Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 14 февраля. И вот я только что, буквально вчера, по-моему, выложила видео, что наступает пора массовых посевов перцем. И сегодня хочу рассказать для тех, поговорить вернее даже с теми, кто только-только начинает выращивать перец. Перец у нас, конечно, стоит не на первом месте. На первом месте всегда стояли томаты и огурцы, потому что перец очень теплолюбивое растение. Еще несколько десятилетий назад у нас, например, в Сибирском регионе в наших огородах вообще не было перцев. Но потом, конечно, с появлением теплиц, с появлением вот этих сортов, всяких ранних, скороспелых, мы тоже стали выращивать. Он занял такое, ну, постоянное свое место среди холодостойких наших культур. И сейчас почти все выращивают перцы. Но все-таки у перца очень длительный период вегетации, 120-150 дней. И чтобы получить урожай именно спелый, или в открытом грунте, или даже в теплице, конечно, сеять его нужно пораньше. И высаживаем мы его всегда уже в более взрослом возрасте. Если для томатов пишется 60 дней, 60-70 в крайнем случае, то перцы 70-80 дней. То есть, подольше рассаду нам нужно выращивать. И, конечно, все это зависит от качества рассады, какая она у нас получится, хорошая или плохая. И вот сегодня я хочу вам рассказать, как выращивать перец, как вырастить рассаду, чтобы она была хорошая, и чтобы потом получить хороший урожай. Сразу скажу, что все выращивают по-разному. Вы должны ознакомиться и с одним, например, методом выращивания способом, и с другим. И я поделюсь вот с вами такими наблюдениями. Но это не секрет, что можно выращивать, делать все эти посевы, например, по длинной-длинной схеме. Много-много процедур. Сейчас начну я с посевов. Конечно, о посевах я говорю. А можно вырастить, посадить, посеять по короткой схеме. Вот смотрите, во многих статьях, вот меня что сподвигло рассказать обо всем об этом. Вот как раз вчера статью разместили в моей группе участники по ошибке, думая, что это моя. И мне начали, когда писать, залетели, что, ну, мои читатели, а мы вот это не делаем, мы вот это не делаем. Так я тоже это не делаю, половина операции. Но я все-таки вас ознакомлю. Как обычно пишется инструкция вот в интернете, что нужно сделать, чтобы посеять перец и вырастить хорошую рассаду. Вот всегда пишется, что нужна проверка на всхожесть. Я сейчас быстро пробегусь, потом по каждому пункту. Потом калибровка, то есть отбор. Потом обеззараживание, это уже третье. Потом закалка, четвертое. Замачивание четвертое, закалка пятое и шестое уже посев. То есть там так расписано, вот все, 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 вот это нужно сделать, везде написано. Тогда вы получите хорошую расхаду всходы. Но если говорить о проверке всхожести, то всхожесть нужно проверять, конечно, если у вас много, например, в таком количестве семена, и семена не свежие, а, например, прошлогодние, то лучше проверить всхожесть. Всхожесть там 10 семян укладывают на мокрые диски. Смотрят, если 2 взошло, то это очень плохая всхожесть. Если 5-6 взошло, то можно сеять. Потом дальше идет обеззараживание, но это тоже известный, часто применяющийся вот этот вот способ. В растворе марганцовки держат 15-20 минут, промывают, сеют. Потом замачивание в стимуляторах, это тоже многие делают. Вот от 2 до 12 часов, тут и эпина, и фектон, все это рассказывано на 100 рядов. Потом закаливание. Некоторые делают закаливание. Вот эти замоченные семена на 2 суток в холодильник, потом на сутки в теплое помещение, потом опять в холодильник, потом опять в теплое. И везде пишется, что от этого потом дружные всходы и меньше болеют. И потом уже посев. Но вот эти все процедуры, вот я с годами сократила до минимума. Потому что вы понимаете, что проверка всхожести, калибровка, обеззараживание, потом замачивание, закаливание, потом уже посев. Ты уже сеять, наверное, не захочешь, когда вот это вот все, это же все по дням длится сколько-то. Я первая исключила проверка всхожести. Просто если семена старые, сею больше. Чаще я уже говорила, ну как загущенный посев делаю. Калибровку или отбор я тоже исключила. Но это то же самое, если ты когда сеешь чаще, то даже если процент низкий всхожести, они взойдут столько, сколько нужно. А беззараживание я последний год тоже исключила, потому что пользуюсь превикуром. Замачивание я тоже исключила. Пятое. Закаливание я никогда не делала, тоже нет. У меня остался посев. Короче, вот что у меня остается по укороченной схеме. У меня остается беру семена и сею. И сверху уже обеззараживающим вот этим раствором. Но сколько-то лет назад я делала три пункта. Это то есть обеззараживала семена, замачивала их в эпине и высевала. И вот для новичков, мне кажется, это самый оптимальный, вот такой укороченный вариант. Все эти танцы с бубнами, калибровка, закаливание, проверка всхожести. Это очень много лишних процедур, которые могут, как не то что разочаровать вас, а вам может показаться, что очень сложно все это делать, очень долго и нудно. Мне кажется, что достаточно вот третьего пункта обеззаразить семена. Но это с учетом, что если грунт тоже подготовлен, потом замочить их в питательном растворе и на следующий день посеять. Все. Потом уже, когда будет два листа, я уже делаю пикировку и подкормку. Можете сделать две подкормки, если вы считаете, что грунт недостаточно питательный. Это первая после пикировки примерно через неделю, через 6-10 дней. И вторая перед высадкой в грунт за неделю. Вот эти семена, которые я буду сеять послезавтра, я к чему все это говорю, что я вот буду послезавтра сеять по укороченной схеме. То есть я посею семена, закрою их грунтом, потом смочу вот этим вот обеззараживающим раствором, которые семена и грунт сразу обеззаразят и все. Они у меня взойдут примерно, ну даю я им на всход жизнь, раз семена сухие, 10-12 дней. То есть они взойдут 1 марта. 1 марта они взойдут, рассада должна быть 80-дневая. Так как перец сильно не вырастает, 80 дней считаем. 1 апреля 30 дней, 1 мая 60 дней. Еще прибавляем 20 дней, это 20 мая. Вот 20 мая у меня будет готовая рассада. И как раз в это время, конец мая, у нас в сибирском регионе складываются уже вполне благоприятные условия, чтобы высадить этот перец в теплицу. Почему некоторые люди говорят, что рано сейчас сеять перец, для меня правда это кажется, ну, странным. Ведь он и долго всходит, и дольше рассада растет. И ведь мы для чего его сеем пораньше в феврале, чтобы получить спелые плоды? Все, вот этот посев я рассчитываю, если, например, я посею послезавтра, и у меня вот так по плану все вырастет, то с 1 августа только начнется созревание плодов. Это у тех, у кого 150, например, дней вегетации, период, которые крупные. 1 августа это нормальный срок, потому что в сентябре у нас уже бывают заморозки. Если я посею позже, то у меня созревание как раз придется, вот на такой, когда будет, ну, будет уже не очень тепло. Все, и вот следующее видео я расскажу про калибровку, потому что в той же статье, вот которую, вот там этот способ калибровки указан как отбор семян хороших и плохих, то есть в воду 30 грамм соли на литр воды помещают, там всплывают, которые выбрасывают. Я вам сразу скажу, что к этому методу надо относиться с опаской, потому что нигде не написано, что всплывают они или нет, зависит от степени просушки семян. Если вы купите в магазине, и семена у вас такой большой, хорошей фирмы, они обычно семена пересушивают, для того, чтобы они дольше сохранялись, чтобы они там, влажность была низкая, чтобы они не испортились, не заплеснили. И вот семена такие, скорее всего, они всплывут и покажут у вас, что они не качественные, не всхожие. Но я один раз вот так вот обожглась на этом методе, больше я никогда не делаю. И я сейчас вам покажу, что бывает, когда мы вот эти верхние, я так же сделала, опустила в воду верхние, которые всплыли, собрала и выбросила прямо вместе с тряпочкой куда-то там, мусорное ведро. И когда через несколько дней, через неделю я пошла этот мусор, чтобы вывалить, оказалось, что все семена всплывшие, проросли все вообще, просто они были сильно пересушены. Вот об этом методе отбора, как калибровка в соленой воде, я вам расскажу более подробно, чтобы вы, не дай бог, не выбросили свои хорошие семена, которые просто немного больше у вас, ну как, более сухие, чем остальные. Они, конечно, всплывут и они покажут, вот если по этому методу действовать, что они некачественные, что они не всхожие, но это не так. Поэтому я всегда всем говорю, что пока вы на себе не попробуете каждый метод, пока не примените, никак нельзя, ой, никогда нельзя сказать, что правильно это или неправильно. Вот этим методом больше никогда не пользуюсь, потому что он не всегда работает. Он может ввести нас в заглушнение. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я о том, что нужны ли нам вот эти танцы с бубнами при посадке семян перца, нужно ли вот эти все калибровка, закаливание, все эти лишние процедуры. Но жизнь иногда показывает, что все опытные огородники уже говорят, мы ничего этого не делаем, мы просто сеем, у нас просто семена всходят, и также мы выращиваем рассаду, но мы освобождаем себя от массы вот этих хлопот. Но опять же, выбирать вам. Если вы только начинающие, я вот через все это прошла. Если вы только начинающие, то я советую попробовать все. И попробовать схожесть определить, и позакаливать, и вот калибровку провести. Тогда вы будете точно знать, что вам нужно, а что нет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Надеюсь, что понемножку, понемножку мы все эти нюансы обговорим, обо всем побеседуем, и вы уже тогда свой путь наметите, коротким путем поете или длинным. Вот я после многих лет испытаний выбрала самый короткий путь. Мне так проще всего. И все.